Друзья, тут немножко шумно, но другого антуража сегодня нет. Это реальное кино обо всем, и я сегодня хотел рассказать о своем опыте, как меня вылечили от клеветы и даже неосознанного соучастия в клевете. Это был серьезный случай в моей жизни, мне пришлось обращаться в полицию, ну, примерно пять лет назад. Но вылечили полностью, полностью здоров от клеветы стал, ну, как мне кажется. А, произошел один такой случай со мной. Я сейчас это говорю, вот многие пишут, патриарх, там он такой, он сякой. Ну, видео не о патриархе Алексея Втором. Вы участвовали, соучаствовали в том, что он такой, сякой? Нет, вы это читали, видели где-то и сделали выводы или послушали вывод других людей. Да вы послушайте, друзья мои, какой печальный бывает опыт в жизни. Однажды я возвращаюсь домой на машине, а я живу за городом, и уже темно, зима. И на конце улицы, где длинный забор у меня там, на углу, склонились два человека. Каким-то, как мне показалось, другой человек лежит под забором. Думаю, может машина избила или еще что-то. Я подъезжаю туда, не заезжая домой, и вижу следующую картину. Лежит там бездомная собака, которую в окно наблюдал, которая кидается на всех, кто проходит мимо, и очень вполне здоровая. И две женщины там пытаются ее что-то там, хороший наш пусик-мусик там. При этом под забором сделана помойка просто. То есть там брошена куртка какая-то старая рваная, там брошено сено. Там все загажено этой собакой, там объедки и кости валяются, и миски перевернутые. Все в экскрементах. И, значит, две тетки с этой собакой. Я подъезжаю, что случилось? Ну вот собачка тут, возьмите ее себе. Я говорю, знаете, у меня уже куча животных есть, которых я себе... Я не могу просто физически, они друг с другом не уживаться. Ну и говорю, а что случилось? Это типа хатик, собака такая, у нее она тут ждет кого-то. Я говорю, ну перестаньте. Она кидается до соседа, с метлой гонял. Он просто прибился, потому что вы ее здесь кормите. И говорю, ну послушайте, зачем вы сделали помойку на, в общем-то, одной из центральных улиц? Ну вот ровно в пяти метрах через дорогу, пустырь. Ну вы туда положите эту миску, фуфайку. Там в бурьяне это будет незаметно. Вот это абсолютно рядом, и это не будет портить внешний вид улицы вообще, как бы. Ну смысл под забором рядом с дорогой собаку это прикармливать. Говорю, мне же все эти экскременты убирать придется. На что тетка встала в позу, знаете, руки в боки, как это говорят. И начала, начала, значит, орать, что вот вы гоните бездомных собак. Ну я уже суть разговора, деталь, вот цепочку вот эту, что она сказала, что я сказала, что я сказала, я не помню. Но в конце я ей сказал, что, в общем, тетка руки в боки, начала орать. Мы тут коренные жители, мы тут что хотим, то и делаем, и так далее. Понаехали тут, в общем, я ей сказал, ну мы тоже как бы жители, у нас тоже есть какие-то права свои, почему вы так разговариваете. Ну и на этом разговоре закончился, я развернулся, уехал, заехал в дом. Потом мне пишет Сергей Муштенко, блогер известный, говорит, ты знаешь, на тебя тут одна тетя наезжает. Я говорю, какая тетя, думаю, какой-то бред. Я вообще забыл про этот случай. Сделал замечание людям, потому что они нагадили, можно сказать, под моей калиткой. Еще и на меня наорали, я еще виноват. Не знаю, что за тетя. Он мне присылает ссылку, значит, это пишет, что я такой-то такой-то, называет фамилией и имя. А он живет тут. Вот кто убивает собак. Мы, защитники животных, остановились под забором бедную бездомную собаку спасти, которая не являлась ни бедной, ни бездомной, ни больной, ни нуждающейся в помощи. И вот он, значит, подъехал и стал угрожать нам своими большими журналистскими связями. Вот надо такой бред написать, а. Ну как, я извиняюсь за выражение, хабалке можно угрожать журналистскими связями. Это все, что ежа голой жопой напугать. Я просто прошу прощения за мой жаргон. Это же просто бред. Я ей подъехал и начал угрожать журналистскими связями. Ну это же бред. Ну ладно. Что он там работает на Первом канале, он нас пугал этим. Я вообще никому этого не говорю. Это частный случай. В общем, почитал я все это, думаю, ну и ладно. Ну и хрен с ним, написал какая-то дура. Чушь какую-то. Потом проходит несколько дней, и одна известная воронческая журналистка в годах, которая преподает, которая когда-то работала, вела воронческие новости, поет она под гитару песенки, там. Ну, вы знаете, когда человека часто показывают по телевизору, он вольно-невольно становится известным. Так и произошло с этой замечательной женщиной. А она, оказывается, сестра этой тетеньки хабалки, которая орала руки в боки, не разбираясь с ситуацией, ей все виноваты. И она пишет статью в своем фейсбуке про меня. Совершенно, это называется для журналиста должностное преступление. То есть она описывает ситуацию, которой не было. Что я якобы, опять же, угрожал своими журналистскими связями. Что я хотел с ней расправиться. Что я хотел расправиться с собакой. Что это я убиваю собак под городом, отрезаем голову и бросаю в лесополосе. Наверное, она пишет. Наверное, это он. Что таких людей надо... Очень стыдно, что с такими людьми они живут в одном городе. Ну, в общем, полной грязью облили и еще точку поставили жирную. Что угрожал бедной женщине расправой со своими журналистскими связями. Опять этот бред собачий. Ну, в общем, полная чушь. А дальше к ней приходят 400 человек из ее низких тысяч подписчиков. Она же популярная. И ставят лайк. Некоторые, многие пишут комментарии. Комментарии заключаются в следующем. Мы сейчас приедем к этому человеку. Жопой голой его на снег вытащим. Разберемся с ним. Ах, он такой секой, он животных уничтожает. А там вот как бы висит вот это, что животных уничтожает. И так далее, и тому подобное. И среди этих людей, куча людей, которых я знаю из журналистской среды. Ну, там Пылев, там старший, блогерша одна, там и так далее. Вот эти вот все люди, с которыми у нас хорошее отношение давно. Ну, вот я Пылеву написал, например, нечего, что я фамилию называю. Ну, как бы надо отвечать за свои поступки. Я им написал, какого хрена вы поставили лайк под этой грязью. Вы что, действительно думаете? Вы знаете меня давно. Мы вместе с вами работали. Мы вместе, я служил в храме, вы приходили в этот храм. Вы что, действительно считаете, что эта журналистка написала правду? Что я действительно убиваю животных? Что я действительно угрожал какой-то тетке, которая развела свинарник под забором? Что не просто я мог культурное замечание сделать, я ей угрожал? Вот вы думаете так? Ну, Пылев отвалился, ничего не ответил. Дружба закончилась. Блогерша эта известная, я не помню, как она меняла несколько раз ник, она ей написала тоже. Мы вчера с вами сидели на мероприятии у Маштенко за одним столом. Вы что, действительно считаете, что я способен угрожать женщине вот так просто с полпинка и убивать животных? Она, извините, я не разобралась. Убрала свои комментарии. Но все остальные 400 лайков они не убрали, потому что вот эта журналистка известная, она достаточно как бы авторитетная, потому что ее все знают. Как она может написать неправду? А то, что она совершает должностное преступление, защищая свою сестру, которая там в эмоциях вся погрязла. И я же скажу, в чем преступление. Журналисты обязаны выслушать две страны. Они должны были хотя бы прийти постучать в забор и сказать, дайте нам интервью. Они могли написать мне в фейсбук, который тогда еще вел, и спросить с меня комментарии. Но они этого не сделали. Они написали то, что им надо в увлечительной форме и вывесили в интернет. Для меня это был очень серьезный урок о том, что даже если очень известный человек с очень большого телевизора говорит какие-то слова, то это все может быть полная чушь, вообще не основанная ни на одном факте или перевернутых фактах основанном. Для меня серьезный урок был. Потом, по благословению одного эромонаха, я все-таки подал заявление в полицию в защите чести и достоинства. Он сказал, в полицию подай, а в суд не надо, оставим долги. А в полицию подай, чтобы это было зафиксировано все-таки это преступление. Это действительно преступление в компетенции Следственного комитета, которое не имеет срока давности. И факт этого преступления зафиксирован в полиции. То есть, эту женщину вызвали для объяснения. Она дала эти объяснения, что она была в тяжелом эмоциональном состоянии и сгоряча написала вот эти вот вещи. Это объяснение хранится в полиции до сих пор. Вот далее мне позвонил мой знакомый Следственного комитета и сказал, вот давай это дело доведем до конца. Сто процентный выигрыш в суде, сто процентный. У нас есть обличающие факты. Я говорю, ну ее же посадят. Вот и журналистку. Он говорит, нет, ее не посадят. Но мы вынесем определение и ей запретят преподавать. Это первое, потому что судимый человек не имеет права преподавать, учить студента в таком же дерьмо, каким сам занимается. Во-вторых, с нее взыщут какой-то там, возможно, штраф или какое-то определение они вынесут. И она удалит эти материалы. Я подумал, я не хочу быть камнем. Вот она всю жизнь на телевидении мелькала. Она упивается своей известностью. И вдруг какой-то я возникну, который запретит ей преподавать своим вот этим подачей в суд этого дела. И так далее, там подобное. Перевернет и поломает ее жизнь на коленку. Хотя она мою жизнь, ну не то, чтобы поломал. Ну так вот серьезный ущерб моей репутации нанесла среди людей. Мне приходилось оправдываться перед каждым из там четырех сот, которые это почитали. Надо было оправдываться и доказывать, что я этого не делал. Что это в ложь, что это сгруппированные в определенной последовательности факты. А некоторые из них перевернуты, которые дают картину о том, что я такой секвой. Причем самое смешное в этой ситуации, то что вот эта тетенька, которая, вот я извиняюсь за выражение, хабалка, ну так и определим, да. Она состоит в одной группе, в которой есть посты по защите животных. И вот я их инициирую пропускать, потому что я админ. И она не знает, вот пишет, какой у нас хороший админ. Он защищает животных. То есть бред вообще-то. А если бы она знала, кто админ, на кого она наехала, зачем, почему она писала объяснение в полиции, то, наверное, она бы очень удивилась. Группа многотысячная, несколько тысяч участников. Ну, я так на общественных началах рулю иногда, разными сообществами. Так вот, друзья мои, хочу сказать про клевету. С тех пор я сам, если не видел, я никогда не поверю. Вот если сам я не видел факта, аргументы вести, если ты сам, я не знаю этого, я не видел. И вот все, что касается осуждения других людей, там, артист, буквально после этого был случай, когда на джипе, там, какой-то руководитель театра проезжал к своему театру по дорожке, по единственной, которая там есть, и на него какой пешеход там наехал, а такой руководитель театра плохой, он оскорбил пешехода, там, подонок и так далее. Не поверю. Вот не поверю, я не знаю, потому что я был в такой ситуации, когда люди пишут комментарии, сейчас мы его приедем, убьем, там, он такой секун, он убивает животных, да-да-да, точно все. И известная журналистка это написала у себя в блоге. Напомню, что преступление это в компетенции Следственного комитета, оно не имеет срока давности. Вот, в принципе, это дело можно подлять в любой момент, и она получит свое определение, и запретят преподавать, и у нее будет судимость. Но я вряд ли это когда-то сделаю. По принципу, оставив нам долги наши, я, скажем, нас оставляем должником нашим. Ну, пусть это останется на ее совести. Я получил отличный урок. И теперь, когда некоторые пишут про патриарха Алексея Второго, что якобы он служил с другими конфессиями, он еще и литургию служил, да вот эти все другие церкви, там, Константинопольская, Антиохийская, они его готовы сожрать были. Если бы он допустил хоть малейший отступ от канонических правил, то они бы его стерли в порошок сразу. Но эту функцию почему-то на себя взяли какие-то люди, которые вообще ничего не понимают в этом. Я прошу прощения, но это очень действительно сложно. Им абсолютно не имеют никакого образования и понятия об этом. Они читали, что одна баба сказала, что одна баба сказала как надо, и сопоставляют, значит, вот эти выпады. Они служили вместе с патриархом, они видели это, а они видели, что патриарх служил в литургию, там, с мусульманами или с католиками. Нет. А что вы тогда несете эту чушь, которую вы слышали где-то? Так вот так вот и журналистка эта. Она очень авторитетная, написала, а остальные просто разносят эту чушь. Вот это и называется клевета. Поэтому, прежде чем принять какую-то сторону, нужно хорошо изучить факты. Не аргументы, а факты. А факты – это то, что не вызывает сомнений. Не вызывает сомнений. А у данной журналистки, ее сестра только не вызывает сомнений. Данная журналистка совершает должностное преступление, потому что выслушивает только одну сторону. А другой, она даже не задает вопрос, у нее готовое решение есть. Так не бывает. Поэтому пусть эта ситуация будет для меня уроком, а то, что я рассказал, может быть, кому-то послужит тоже добрым наставлением, чтобы никогда не брать на себя функцию судьи, особенно не разбираясь в этом вопросе. Особенно не разбираясь. И меня очень настораживает, я не очень люблю людей, у которых нет, как говорят, царя в голове, для которых никто не авторитет. Отец не авторитет. Ни один человек на земле не авторитет. Он сам только авторитет, только он знает, как надо поступать. Я боюсь, что у этих людей будут проблемы со спасением. Еще хочу про патриарха очень важную вещь сказать, хотя ролик не про патриарха. А вот давайте возьмем двух человек. Один такой инфантильный добряк, который считает, что патриарх, святейший патриарх, что бы про него ни говорили, это клевета. И этот добряк молится за него, почитает его, исследует канонам церкви и уставов. А есть другой девочка-бунтарка, которая ничего особо не понимает. Она ни семинарию не закончила, она не изучала этот вопрос досконально, она путает кадилась по некадилам. Но она очень хорошо знает, что патриарх якобы ерекик. Какой человек... А патриарх не знаем какой. Он хороший, плохой, не знаем какой. Допустим, он плохой. Какой человек перед Богом будет симпатичнее выглядеть? Тот, который по смирению принял патриарха. А не тот, который ходит и разносит всякую гадость про него. Тот перед Богом будет симпатичнее. Смотрите на нас со стороны. Поэтому лучше я ошибусь в том, что все патриархи хорошие, чем я ошибусь в другом. Он будет святой человек, который молился за меня. И за весь мир, и за всех русских. А мы по своей клеветнической сущности злобной осуждали его и не принимали, как великого господина и отца нашего. Мне тоже не очень нравится Кирилла внешне. Не очень нравится. Хотя про Алексея Второго я ничего не могу сказать попова. Разные ходят в газетах, в СМИ из уст в уста. Я не буду ничего слушать. Я считаю, что он молится за весь мир и преступок Божий сейчас. И тому подтверждение тетрадь, где половина записи благодарности за то, что он слышал молитву какого-то человека и помог ему своим заступничеством. Друзья мои, желаю, чтобы у нас у всех был Отец-Покровитель. Он слышал наши молитвы, наши обращения к Нему и старался их исполнить по мере возможностей. Всем вам благоразумия, мирного неба. До встречи в следующих видео.